Запретное яблоко. Почему в России исчезнут смартфоны? Apple. Запретное яблоко. Почему в России исчезнут смартфоны? Apple. 8 часов 7 ноября 2019 года. РИА Новости. Виталий Белоусов, продавец во время старта продаж нового смартфона. iPhone X. В магазине Связной на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017 года. РИА Новости. Виталий Белоусов. Москва. 7 ноя. РИА Новости. Максим Рубченко. Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект о запрете продавать смартфоны, компьютеры и другую электронику без предустановленного российского программного обеспечения. Почему возникла такая необходимость? Осложнит ли это жизнь российским потребителям гаджетов и почему эксперты говорят о законе против Apple? В материале РИА Новости. Продавай с российским. Речь идет о внесении в закон о защите прав потребителей пункта о том, что при продаже отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами, потребителю должна обеспечиваться возможность использования предварительно установленных российских программ. За нарушение новой правовой нормы предусмотрены серьезные штрафы – 30-50 тысяч рублей для должностных лиц, до 200 тысяч для компаний. По мнению законодателей, это гарантирует пользователям доступ к отечественным программным продуктам и поможет российским разработчикам приложений конкурировать с зарубежными. 27 июля, 08.00 и новостью дальше сами. Китай хочет оставить Кремниевую долину без денег после двух с лишним лет разбирательства соштрафовала. Google на 438 миллионов рублей обязала исключить из контрактов условия, ограничивающие установку сервисов других разработчиков. Казалось, вопрос закрыт, однако в прошлом году на рынке разразился новый скандал обладатели Samsung Galaxy S8 жаловались на невозможность удалиться смартфона приложения социальной сети Facebook, отличившейся многочисленными утечками данных пользователей. Чтобы решить вопрос раз и навсегда, ФАС подготовила законопроект об обязательной предустановке на смартфоны и компьютеры отечественных браузеров, антивирусов, программ геопозиционирования, навигаторов и мессенджеров, а также о гарантированной возможности удалять любые предустановленные программы. В июле депутаты Госдумы Сергей Жигарев, Владимир Гутинев, Олег Николаев и Александр Ющенко предложили предустанавливать отечественные приложения также на смарт-тв, а нарушители этих требований наказывать штрафами до 200 тысяч рублей. В проекте ФАС о штрафах не упоминалось. 9 февраля, 08.00 РИА Новость и прощание с айфоном. Почему Apple превратится в Netflix? Дело в том, что конкретный перечень российских программ и устройств, на которые эти приложения следует устанавливать, ждут от правительства. Но там пока нет единого мнения на этот счет. В частности, в Минкомсвизе полагают, что окончательный выбор надо оставить за владельцем устройства исходя из экономической целесообразности и востребованности софта. Как добиться совпадения точки зрения потребителей и чиновников, не очень понятно. Институт развития интернета, ИРИ, в качестве компромисса предлагает установить перечень российских приложений, из которых можно выбрать то, что больше нравится. В частности, из поисковиков Яндекс, спутники Рамблер, из почтовых сервисов Яндекс.Почта, почта, mail.ru и, mymail, из мессенджеров, ICQ, там-там и диалог. В платежных системах, mir.pay, а среди антивирусов, разумеется, Касперский. Однако эксперты указывают на высокие коррупционные риски, поскольку вместо конкуренции за качество продукта между разработчиками развернется борьба за попадание в этот реестр любыми способами. Данную проблему еще не решили, из-за чего запрет уже перенесли с 1 января, как предполагалось в депутатском законопроекте, на 1 июля. Вчера, 08.00 и новости связанные одной нефтью, Минск готовят Украине топливный кризис. Подчеркнем, речь не идет о том, что на смартфоне останутся только российские приложения, они просто должны устанавливаться наряду с зарубежными. То есть никому не придется против своей воли использовать Яндекс вместо Google или ICQ вместо Telegram. К тому же благодаря требованию FAS любое предустановленное приложение можно будет удалить. Пострадают лишь поклонники продукции Apple. Дело в том, что операционная система iOS в принципе не предполагает предустановки сторонних приложений. Поэтому еще в феврале представители компании предупредили, в случае вступления в силу нового закона, Apple пересмотрит бизнес-модель в России. Проще говоря уйдет с рынка, на который приходится совсем небольшая доля абората корпорации. Так что фанатам айфонов придется летать за новыми моделями в Европу или США.